Здравствуй, зритель! Вот тебе новогодний видос, точнее предновогодний, потому что ещё 31-е. Я даже сейчас скажу точное время. Так, чё у нас тут? 16.38. Может быть, даже видно. Может быть, даже видно. У меня там мои фрукты на фоне. В общем, я решила поделиться своей маленькой радостью. Мои дорогие родственники задарили мне вот прям то, что я хотела, но я не думала, что мне такое задарят. Это очень полезный и нужный пьёдарок в количестве 4... 4 штуки. Ещё я, правда, узнала, что сегодня у нас вместо ёлки будет, возможно, только музыка, потому что, оказывается, ёлка была 29-го в 4 часа дня. И то, что в объяве написано было «Ёлка цветочным зажигает огни», я думала, она просто зажигает огни. Оказывается, было какое-то мероприятие. Я, конечно, про слово учила, ибо чё-то я вообще какой-то хикан стала в этой квартире. Я тут даже вся такая нарядненькая. Я даже решила всё-таки сделать этот салат оливье. И тётя моя сказала, сделай, типа, побольше на пару дней. Я подумала, ну, праздник праздником есть, а всё равно надо. Не одни ж фрукты хомячить. К тому же, раз уж так получилось, что я тут один совсем, один кот. Сегодня кот, вот полчаса назад, только что впервые за всё это время уронил ёлку. Я уже думала, что он её не уронит. Но он её уронил. Эх, печаль. Ну, как бы уронил, обратно поставили. Короче, так как я адын, и меня даже продинамили те, которые, как бы, обещались, напрашивались в гости зайти до или после, то... Да и ладно, у меня тут тайп есть. Я надеюсь, к концу этого дня и этого года я всё-таки его реализнул. У меня там такая задумка очень хорошая. Мне даже частично помогли мою задумку осуществить. В общем, вот в таком замечательном и даже совершенно небумажном пакетике. Слушайте, даже цвет угадали. Может, они в курсе, что мне такой цвет нравится? Этот вот сиреневатенький в пакетике с мышками. Мэри Крисмас! В замечательном, короче, пакетике у меня тут такой подарочек чудесненький. Часть я видела, часть я ещё даже, ну, на месте не увидела, не посмотрела. Во-первых, полотенечко. Полотенечко. Слушайте, мне сёстры на 8 марта на день рождения на какой-то там праздник дарили полотенечко. Оно у меня до сих пор ещё там специально для чайной эльфи. Чайчик такой вот, хозяйственная, в смысле, ручная. Ну, кухонная полотенечко. Оно до сих пор у меня в пакетике лежит в шкафу. В общем, тут у нас полотенечко с розами. А что ещё там написано? А, с чайчиком, с пироженками, с этой эльфи левой башней. Может, когда-нибудь я и до неё доберусь. И чё ж у нас тут чудесные мгновения нашей жизни. Подпись вот так, а картинка по-другому. Я недавно в фотошопе, месяца два назад, нашла, как можно, что, оказывается, можно именно в фотошопе. В гимпе такого нету. Гимп вообще проигрывает. Можно не только так писать, но ещё и вот так. Причём оно само вот так пишется, а не ты вручную расставляешь. В общем, такое замечательное полотенечко. Кухонное полотенечко. Потом будем с удовольствием юзать его. На какие-нибудь гости буду его выставлять. Так, вот это... О, так точно, год за свиньи. Я тут вчера сидела, вспоминала, как раз затайпивала какие-то странички. О, мой, какой год-то вообще сейчас идёт и кого будет? Сейчас вообще какой, год кого? Моей сестре тридцать четыре, не тридцать четыре, моей сестре тридцать семь. Значит, это не год её, значит, год кого-то другого. Короче, год кого-то там. И вот у нас год свиньи. Так, вот. В принципе, нужная вещь всегда. В общем, у меня есть приличный запас этих всех прихваточек в разное время мне. И вообще дареная. Вот у меня будет всё со свиньёй. Я её даже повешу, наверное. Туда вот эта висит, из набора, который мне сестры дарили ещё два года назад, когда мы думали, что мы так быстро продадим эту квартиру. В общем, тут поросёнок. Поросёнок будет сопровождать весь поросячий год. Следующий у меня. И приносить удачу и всё такое. Формы для выпечки бабочки. Вот живых бабочек я называю жопу с ушами. Я их боюсь. Их вообще. Малее я как-то переношу ещё. Их можно прихлопнуть. Однажды я вот так вот прихлопнула мой сразу с одного присеста. А вот этого вот мне надо было. Короче, я тут как-то мутила печенье с подружкой. В итоге мы его просто порезали, потому что у меня нет фигни, которая формочки. Фигня, которая формочки на той квартире была, когда я разбирала вещи. Она уже приказала долго жить. Пришлось её утилизировать. Короче, вот у нас тут 60 на 50 миллиметров, 80 на 60 миллиметров и 100 на 80 миллиметров. И даже нарисовано, какие печеньки можно ими делать. Для ваших любимых рецептов формы для выпечки бабочки. Я сначала их увидела, думаю, это они меня что, постебали, что я руб с ушами боюсь. Но с другой стороны, они не улетят же никуда. В общем, такие замечательные формы для выпечки. Вот так. Теперь у меня будут, теперь я могу что-нибудь сваять с ними. А ещё, вот вообще, мечта идиота. Я ещё у них спрашивала, где, вот есть ли у них такая фигня, которая это делает. Где вообще её можно купить, как она выглядит и как не ошибиться и не купить какую-то хрень. В общем, мне даже объяснили, как пользоваться. И тут даже ещё нарисовано. Ножеточка сделана в России. Плавно надавливаете, надавливая, проводите ножом в одном направлении, начиная со стороны рукояти. Легкого давления вполне достаточно. Это, видимо, чтобы присобачить её. Короче, вот. 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 Вот так. И сейчас я её достану. Тут вон яблочки всякие и фруктами порезанные. А то я вообще страдала этими тупыми ножами, наличием их. Протяните, потяните за рычаг, слегка прижав ножеточку к поверхности. Для более надёжного крепления используйте гладкие поверхности. Короче, к столу, который стол, она присобачится. Корбит в вольфрама. А, это та фигня, которая это точит. Я просто помню, что у дедушки были какие-то такие интересные камни-ножи, камни-шарики, камни-кружочки, в которых он это точил. Но это было в далёком детстве. И я как-то, ну, не была уверена, что именно для того оно. В общем, вот. Берётся вот так оно, присобачивается, а сюда вставляется ножик. Очень нужная и крутая штука. Я вообще очень доволен. Я ещё своей тёте не то, чтобы пожаловалась. Я говорю, вот, за 4 дня до Нового года у меня было такое новогоднее настроение. А потом у меня было на следующий день такое грустное настроение. А потом второй день мне настолько на всё пофиг. Я говорю, ну, это же хорошо, когда на всё пофиг. Я поняла, что, наверное, когда человек счастлив, ему на всё пофиг. Не, есть, конечно, пара вещей, которые как бы... Я не против, чтобы они случились. Ну, раз пока никак, то и ладно. В общем, надеюсь, вам тоже ваши близкие, друзья и так далее, или вы сами себе в самом лучшем, худшем случае подарили, подарят. Преподнесут дары очень нужные и полезные. То, что... Ну, не обязательно полезные, не обязательно... Главное, чтобы то, что вас радовало и то, что вы хотели. Вот сейчас вот угадали настолько, ну, на 100%. Я, во-первых, ничего не ждала такого, вообще ничего. Но я очень доволен. Такие дела. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик сегодня, а не на следующий день, когда уже следующий год начнётся. И всем пока. Всем новогоднего настроения. И снова всех с наступающим 2019 годом. Оказывается, свиньи. Субтитры сделал DimaTorzok